Война и мир И Жуковского, и Пушкина, и Лермонтова, и Льва Толстого, и Чехова Всех достаточно осмеивали, не принимали, бронили И это очень важно Очень важно это знать И это понимать Еще до всяких рецензий и статей В газете «Северная пчела» был помещен разбор этого Было сказано Просто библиографическое известие В «Северной пчеле» будет помещен разбор этого классического Сочинения и доказано математически, что ни в одном русском сочинении Нет столько безвкусия, грязных картин и доказательств Совершенного незнания русского языка, как в этой поэме Конечно, были положительные лицензии Были восхищенные лицензии Были ругательные Я хочу рассказать об одной статье Это статья Осипа Ивановича Сенковского Профессора-востоковеда Прозаика, журналиста В журнале «Библиотека для чтения» Этот журнал, собственно, и был создан Сенковским Напечатано это было в 1942 году В июле-августе Сенковский был очень интересным прозаиком В 1933 году появляется такая литературная маска Барон Брамбеус В ревизоре Листаков Когда подвыпив, начинает врать Говорит, Барон Брамбеус, это тоже все я написал Журнал «Библиотека для чтения» выходит с 1934 года Это журнал, рассчитанный на широкого читателя Это журнал, имеющий колоссальный материальный успех В первые годы существования этого журнала В нем сотрудничали и Жуковский, и Вяземский И Адоевский, и Козлов, Боротынский, Денис Давыдов Пушкин напечатал у Сенковского «Пиковую даму» Песни западных славян все-таки непроходные вещи Отрывок из «Бедного всадника», несколько сказок и стихотворений Но с 1936 года Пушкин стал издавать свой собственный журнал Ежеквартальник, современник Но достаточно было, чтобы Пушкин появился в качестве конкурента Сенковского И отношения поэта и журналиста испортились весьма заметно К этому добавилось еще одно обстоятельство В «Современнике» в первом томе была напечатана статья Она была напечатана анонимно Но, по-видимому, все знали, что это гоголевская статья О движении журнальной литературы в 1834 и в 1835 году Гоголь писал «В критике господин Сенковский показал отсутствие всякого мнения Так что ни один из читателей не может сказать «наверное», что более нравилось рецензенту и заняло его душу Что пришлось по его чувству В его рецензиях нет ни положительного, ни отрицательного вкуса Вовсе никакого Как вы понимаете, этот отзыв не мог порадовать Сенковского И первое, над чем глумится рецензент Это жанровый подзаголовок Поэма Правда, до этого некоторые рецензенты писали Что Гоголь, наверное, в сочувственных рецензиях Гоголь, наверное, в шутку назвал свое произведение поэмой Некоторые, как, например, Константин Сергеевич Аксаков В брошюре о мертвых душах Очень интересный и очень умный разбор Говорил, что это вполне серьезное наименование И что в мертвых душах древний эпос воскресает перед нами Сенковский пишет Поэма Да еще какая поэма Одиссея, Нистовый Орланд То есть Нистовый Орланд Чайльд Гарольд, Фауст, Онегин С позволения сказать дрянь в сравнении с этой поэмой И потом Ну, он вообще Чувство мера Не очень было свойственно Сенковскому И потом И в этой статье И во многих следующих Будет говорить, что Гоголь Это гомер, написавший или сочинивший Мертвые души Второй упрек тоже необычайно важен Это упрек в грязи Зловонные картины Тут вспоминаются и мухи Которые слетаются на Рафинад Тут вспоминается запах петрушки И капля из носа фемистоклюса Сына Манилова То есть грязь на грязи Третий упрек в том, что это не патриотично Гоголь, кстати, его спредвидел И в 11 главе Передавал мнение патриотов Не буду сейчас Это цитировать Но это важно Но Сенковский Совершенно Игнорирует гоголевские Собственные реплики Почтеннейший читатель вскрикивает Что это вы с вашим поэтом При каждом неблаговидном случае Наводите речь на русских Вы систематически унижаете русских людей Что он имеет в виду? Ну, например, такой пассаж Едва выехал он за город Как уже пошли писать по русскому обычаю Чушь и дичь по обеим сторонам дороги В кочке ельник Низкие кусты молодых сосен И так далее В деревнях бабы с толстыми лицами И перевязанными грудями Смотрели из верхних окон Из нижних глядел теленок Или высовывал свою слепую морду Свинья Словом, виды известные Это поэзия нашей страны Тихо говорю я Почтеннейшему читателю Другой у нас нет Понимаете ли теперь Отчего этот рассказ назван поэмой? Синковский передергивает Цитирует не точно Ну, например, он так цитирует первую главу Черные фраки мелькали и носились в розни и кучами Там и там, как носятся мухи На белом сияющем рафинаде В пору жаркого июльского лета Когда старая клюшница Рубит и делит его В скобках пишет Июльское лето На сверкающей обломке Перед открытым окном Дети все глядят Собравшись вокруг Следя любопытно За движениями женских рук То есть старой клюшницы У которой, вероятно, других рук и не было Кроме женских Замечание почтеннейшего читателя У Гоголя жестких И это не опечатка Это передергивание На что Будет указано потом в статье Степана Петровича Шевырёва В статье Сочувственной Любопытно, что Сенковский Доходит до седьмой главы А в седьмой главе содержится Одно из самых знаменитых мест Этой поэмы Там Гоголь рассуждает О двух типах писателя И говорит о том Как счастлив писатель Который умеет Выставлять Лесные для читателя Цельные, сильные характеры И горе тому писателю Который Дерзнет Наружу вывести Мелкие характеры И пошлые Дальше Гоголь говорит О современном суде Который назовет Ничтожными и низкими Им лилейные создания Отведет ему презренный угол В ряду писателей Оскорбляющих человечество Придаст ему качество Им же изображенных героев Отнимет у него И сердце И душу И божественное пламя Таланта Сенковский пишет В скобках Вы этого хотели Жорж Данден То есть пеняй на себя Не признает Современный суд Что высокий восторженный смех Достоин стать рядом С высоким лирическим движением И целая пропасть Между ним и кривлянем Балаганного скомороха Сенковский пишет Пропасть в полтора дюйма ширины Бедный читатель Я цитирую Сенковского Говорите вы с печальным вздохом Он Чичкова принимает за жизнь Он лелеет такие создания О беззвучная трехскотня Бедные тысячу раз бедные Чем это кончится О тщеславие О самолюбие Неужели же эту детскую риторику Вы принимаете за мысли И далее Сенковский сравнивает Гоголя с Поль де Коком Сегодняшнему читателю Это ничего не говорит А между тем Поль де Кок был Таким пошловато-популярным Чтивом Весьма распространенным В среднеобразованной среде И это было конечно унизительное сравнение При этом Сенковский утверждал Что Поль де Кок значительнее Чем Гоголь Ну и теперь стоит задать вопрос А зачем нам это сегодня читать Мы вроде как умнее чем Сенковский Который не оценил мертвую душ Умнее чем Михаил Дмитриев Который не оценил горе от ума Ну и примеры можно приводить До бесконечности Но ведь это показывает Что для современников Было непривычным и неприличным Это показывает Что для современников Было новым По писателю А самое главное Мы можем рассуждать И о композиции Мертвых душ И об особенностях жанра И о средствах комического И о том как Гоголь Создает характер своих персонажей Все это Сейчас сделать нетрудно Благо есть Очень много Толковых Сочинений О Гоголе Но вот чего мы точно не можем Это не можем себе представить Как Борис Годунов Или Ревизор Вишневый сад Или Гроза Война и мир Или преступление и наказание Читались В то время Когда они появились Первый раз И Продолжение следует... Продолжение следует...